Всем огромный привет! Сегодня какая-то сигнализация, что-то срабатывает каждые полчаса, если не больше. Сегодня опять посмотрим кухню Икея. Кухня-гостиная. Мне кажется, так будет правильней. Что, начнём? Икея Екатеринбург. Как вам такая выступающая раковина на кухне? Мне немножко отдаёт, как будто я зашла не на кухню-гостиную, а в ванную комнату. Это только сугубо моё мнение. Ручки. Но про ручки и вообще в целом мебель Икея, мне кажется, это отдельная песня. Потому что дизайнеры, кто разрабатывает эти ручки, видимо, очень креативные люди. Ручки всегда необычные. Первое. Посудомоечная машина. 25 тысяч. 5 лет гарантии. Обратите внимание. Все характеристики лучше смотреть отдельно. Ручка необычная, но удобная. Я говорю, что у них особенно разрабатывают дизайн. Они такие как бы и смешные не назовёшь, и не назовёшь классические. Они какие-то всегда вот такие вот интересные. Слово-то даже не подобрать. Не, удобно, удобно на самом деле. Открываем все ящики. Я говорю, смотри, какая раковина. Такое ощущение, что в ванную зашло. Там, так, кухня предыдущая, из предыдущего видео тоже серия метод. Только это метод. Сейчас подойдём. Какое-то. Гудвин, да? Гудвин. А, Будвин. Не Гудвин, а Будвин. Я поняла, что на Б. Новинка, кстати. Новиночки всегда интересны. Майка. С видимой фронтальной стенкой. Что, бывает невидимая ещё? Ну да, вот она. А, вот это вот и есть, да? Да. Парень. Так, сам смеситель 6 тысяч, мойка, это получается 11. 25 лет гарантии бесплатно. Очень хорошая мойка. Ну, ну, я думаю, в Икеа соблюдается это правило возврата, гарантия. Интересный, интересный цвет такой. Полка. Кстати, с гармонируем, да? Вот так подобрали, и здесь блюдо. Тоже новинка указана. Ценник вытащен. Да, там вытащен из суммы бумажки. Три. Ага, забирай и убегай. Три. Три, сумма. Полка. Навесная. 1699. Данная полка состоит из двух коробок, обратите внимание. Очень интересно. А вот это я уже, если не ошибаюсь, снимала в разделе посуды. 1400. 1403. Не пластмасса. Так, данный вариант. Вешалка 6 крючков. 1049. Дуршлаг это классический икеяский дуршлаг. 749. Он уже давно продается. И не меняется у него вид, внешний вид. Вот и подошли к самому, где можно прочитать, что же входит. Каркасы, фасады, столешницы. Стеновый бордюр, петли, доводчики, цоколь, ножки, ящики, накладные панели. Тут даже ручки включены. Иногда бывает, что ручки не включены. Это на полном серьезе. И продавцы, кто там консультант, говорят, что не забудьте взять там или оформить ручки еще. Строеная. Так, духовой шкаф здесь. Тут без защиты, что ли, да, от детей? Нет. Напольный шкаф для духовки 5600. Чего? 5600. Это что за шкаф такой у меня? Напольный шкаф для духовки. Бесплатно, 25 лет гарантии. Напольный. А, подожди, подожди, нет. Что это? Напольный шкаф для духовки. Это не духовка, это шкаф. То есть это не духовой шкаф. Видимо, у него что-то встраивается. А, он такой, да, ну, кронштейн с вентиляционным отверстием, что обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг духовки. Я еще думала, это что это такое? В общем, это шкаф. Рамки. Вытяжка что-то тоже цен. Тут не наблюдаю. Слишком инфекция. Шторы. Шторы, шторы. Обычные шторы. А, кстати, вот эти такие красивые шторы. Есть еще такой голубой цвет. На голубой он реально похож на джинсовые штаны. А розовый более такой. На шторы похоже. Стол в данной кухне-гостиной представлен круглый. С такими мягкими стульями. С ценой. Цена серия. Все можно рассмотреть. Также две коробки. А, это тяжелые тоже такие стулья. А сам стол. Нинго торп. Ну, вроде, достаточно медленно. На всех посмотрели. В чем вариант черный есть? Также показана схема, как он раздвигается и легким движением руки превращается в овальный стол. Кресло 15 тысяч. Варианты еще от бежевый, коричневый, темно-серый, темно-синий, желтый. Блед. Это, мне кажется, классика жанра по-икеевски, когда кресло данной модели с подголовником и небрежно накинутый плед. Полторы тысячи стоит. И габрит там 130 на 170. Очень мне нравится наволочка данной подушки. Ну, это правильно называется. Здесь чехол на подушку. 700 рублей. Но девушки, кто умеет так вязать, я думаю, свяжут это быстрее и могут придумать здесь еще интереснее. То есть, на качество, мне кажется, все-таки завышено. Хотя они очень приятные, очень-таки красивые. Также в данной кухне очень много картин, рамок, часы. Искусственные цветы продаются там же, где и рамки. Поэтому, не отходя от рамок, можно купить горшочки с искусственным, например, с искусственным пустом розы. Кашпо 99, поддон 39, искусственное растение 349, а розы 600 рублей. Это 99. Ну и картина. О, рама, правильно. Так. 16 квадратов. Мы подошли... Как это правильно назвать? То есть, сейчас лучше прочитаю. Цену уже издалека заприметила. Кухонная мебель. Будбин. Ну, это тоже серия. Софит стоит 900 рублей, который здесь вот вкручен. И так красиво освещает. О, заметили? Да, все медленно закрывается. Ну, тут смысл точно такой же. У них стоят два одинаковых. Вот, софит есть какому интересному. А, тут надо обратиться к продавцу, да. Белый цвет. Ну, посуда-то все в отделе посуды. Посмотрели с вами вот такой вариант кухни. Ну, вот, надо еще на люстру внимание обратить. Канделябр 5 рожков, 7 тысяч. Теперь точно все. Напишите, что вам понравилось больше всего в данном варианте. Как вам такая раковина? Кстати, забыла еще цену в этой полочке замечательно озвучить. Пьедестал для цветов. Лантив 68 сантиметров, 4,5. Очень интересный вариант. Ну, 3 тысячи. Теперь точно все. Желаю вам приятного просмотра. С удовольствием почитаю все ваши комментарии и пожелания. Желаю вам отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok